Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы с вами у нас новая серия на проекте Родина Ролеплея, Центральный Округ. Выдите здесь Кирилл по Булови, не забывайте вводить мой ник в регистрации. Также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет такая серия, в принципе, от Минска, как и всегда. Я сидел за игроками и встретилось два новичка. И они закупились оружием и поехали в сторону Батырева. И я за ними проследил, а что из этого получилось, вы, в принципе, сейчас увидите. Я думаю, вам видос понравится. Я извиняюсь, что видос получается короткий, просто я стараюсь показывать вам самое интересное. Как бы видос вообще выходит там на минут 20-30 бывает. Но я его как бы обрезаю и оставляю только самые интересные моменты. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, бандиты на Запорожце красном. Я так понял, это новички, но один из них новичок точно. Насчет Ены я не знаю. Давайте на Ену посмотрим, что он там нам скажет. Да, это два новичка, которые закупились оружием и едут куда-то. Мне вот интересно, они будут дымить или нет. Ну, потому что первый уровень. Закупились оружием. У них, наверное, даже скиллов, мне кажется, нету. Но они куда-то едут. Давайте за ними проследим просто. Мне интересно, чем они будут заниматься. Я пока что их наказывать не буду за встречку. Пусть едут, в принципе. Хотя их может другой администратор наказать. Ладно, пусть едут. Мне вот интересно, вот чем они будут заниматься. Два первых уровня, понимаете? Два первых уровня, у одного 300 тысяч, у второго там, по-моему, 30 тысяч. И мне вот серьезно интересно, чем же они будут заниматься? Куда же они направляются на своем замечательном автомобиле? Чертовы продажные копы. Ахахаха. Понимаю. Бурный у них разговор. Ну да, тоже бесит. Походу они идут мусоров хуярить, как я понял. Что у него за привычка ездить по встречке? Я не понимаю, серьезно. Они там писали, мы будем с правосудия делать там туда-сюда. Ха, вот-то он и попался, братан. Хотел задеймить чувака на гелике. Ну зачем, блин? Серьезно, я не понимаю, зачем? Пацан приехал просто ремки купить на заправку. Куда-то егор выходит, начинает от него целиться. Но потом все-таки он передумал стрелять. Ну, блядь, братан, ты уже спалился, то же ты, блядь, собрался подеймить. Бля, пацаны, я, конечно, все понимаю, но он только что обратно по встречке поехал и по полям вот едет. Он же сейчас по-любому летит, блядь. Это он на встречке два раза ехал, даже три раза по встречке ехал, по полям, блядь. Бля, конечно, пацаны отчаянные. Отчаянные просто пацаны-запорожцы. И, походу, им пришла пизда. Они живые еще. Нормально, нормально. Держатся пацаны вообще. Уверенно, блядь. На уверенном движении едут просто. Ну, в принципе, как я и думал, они едут на ВЧ. Но они не могут туда заехать, они просто не понимают, как это сделать. Поэтому они ездят тупо по полям. Я маску заюзал случайно. Понимаю, братан, понимаю. Но они, походу, передумали ехать на ВЧ, потому что они не нашли дорогу туда. Ну, пацаны-запорожцы, как бы, ну, блядь. Я уже давно должен был их посадить, по сути, ну. По полям, по встречке такой. Вау, на Запорожце, блядь. Интересно, конечно, занятие, тупого машины стрелять, в который никого нету. Ну, пацаны настроены, походу, на ДМ. Я так понял, да? Пытаются велик взять. Ну, блядь, два рыжика просто, два рыжика. Но у одного из них есть 300 тысяч. Либо он их заработал, либо задонатил. Но я буду за ними следить до последнего просто. Ага, поднимить хочет, да? Давай, сынок, ну давай. Не, ну это Габелла, пацаны. Это реально Габелла. Я так и знал, сука. Я так и знал, что они будут деймить, серьезно. Ну, пацаны, вам пизда. Так, КПЗ, 253. Я их, наверное, на 60 минут кину, да? 30 будет маловато. Да, они убили чувака, походу. Ой, пацаны, пацаны, я бы вам не советовал, серьезно. Нахуй вы так делаете. Такие были хорошие, пацаны. А сейчас, блядь. Я бы такой же им даже бан бы дал, серьезно. Просто КПЗ 30 минут им будет мало, мне кажется. Поэтому, может им соточку дать минут, либо 120. Либо вы уже убили его, что не стреляй. Просто так убили двух пацанов, или трех даже. Тем более, еще на спауне фракции начали стрелять. Ой, пацаны, пацаны, получите вы такой пизды, конечно, от меня. Ну ладно, я пока что их садить не буду. Просто хочу посмотреть, как далеко это зайдет. Рассказывайте, пацаны, зачем мы деймим людей просто так. Вы просто так убили людей. Без какой-либо причины. Случайно. Я за вами сижу, пацаны, на протяжении часа. Какой случайно? Кого вы пытаетесь наебать? Ну я могу вам просто бан выдать, если у вас это случайно. Я за вами сижу на протяжении часа, понимаешь? У меня есть полный фрак. С чем вы занимались? По полям ездили, по встречке. Я могу вас настолько посадить, что вам не снилось даже. Ну просто зачем это делать? Ну я понимаю, что вы новички. Ну блин, пошли бы поработали. Ну зачем просто людей деймить без какой-либо причины? Ладно, если вас оскорбили, удалили хотя бы, как минимум. Но нет, вы просто приехали на мафию, начали всех стрелять просто так. Что я вам особо не верю, пацаны. Ну хорошо. Окей, я даю вам еще один шанс. Но если я еще раз увижу ДМ, то я, пацаны, выдаю вам бал на 10 дней. Потом хотите, обижайтесь, хотите нет. Вы мне пообещали, я вам обещаю то, что если я вижу от вас ДМ, я вас баню на 10 дней. Продолжение следует...